здравствуйте я вера попкова искусствовед редактор мастер ручного вязания дизайнер член творческого союза художников автор собственной методики вязания очных обучающих курсов и онлайн-школы довязания вязание я практикую всю мою жизнь с раннего детства а последние 20 лет я его еще исследую таким образом в известном дискурсе может ли рыба быть их теологом на позицию рыбы их теолога я вряд ли могу претендовать но являюсь скорее говорящие рыбой недавно я имела честь представить доклад все в жизни связано на антропологической секции международной филологической конференции имени вербецкой эта лекция фактически является его продолжением некоторые фрагменты мне придется сегодня повторить чтобы сохранить связанный смысл и для тех кто этого доклада не слышу за что я прошу прощения у тех кому придется прослушать их еще раз структуры лекции в процессе подготовки изменилась я поняла что не стоит четко вычленять по списку первая причина вторая причина они смыкаются перетекают друг друга и вытекают одна из другой так что я просто изнутри практики расскажу вам что побуждает людей вязать в современном мире что эта практика дает какие проблемы помогает решить и почему она так дорога и значима для них когда это моя лекция была полностью выстроена и сверстана на канале прогнемы появилась видео предыдущей лекции этого цикла в котором о современном рукоделии в россии рассказывает анна мутина я буквально сегодня успела его посмотреть и очень рада что мы с коллегой совершенно не сговариваясь идеально дополняем друг друга в лекции анны акцент сделан на коммерческой стороне рукоделия и это без преувеличения важнейший аспект темы а я наоборот буду говорить скорее о внутренних причинах и мотивациях практикующих вязание потому что доля людей рассматривающих вязание как источник основного или дополнительного дохода не слишком велика относительно общего количества вяжущих основная масса вяжущих занимается этим в некоммерческой плоскости я не могу подкрепить свои слова какой-нибудь статистикой но я просто точно это знаю радуюсь этому счастливому совпадению и предлагаю нам санны считать это знаком внимания и поддержки важные для нас темы атмосферы примерно к середине двадцатого века и уж точно веке двадцать первым практические причины вязать исчезли связать свитер самостоятельно самый дорогой долгие время и ресурсозатратный во всех отношениях нерациональный способ обзавестись им двадцать первом веке непосредственная необходимость свитере или носках далеко не первое точно не главная причина мотивирующая людей вязать сегодня к сожалению связальной статистикой все не очень хорошо а с отечественной вязальной статистика не хорошо совсем она практически отсутствует поэтому я опираюсь в основном на американскую канадскую и французскую статистику вот в этой статье forbes от марта двадцатого года приводятся данные по сша 45 миллионов вяжущих причем из статьи следует что за время пандемии количество вяжущих по понятным причинам резко возросло эти данные хоть и не могут быть экстраполированы на россию путем простой пропорции к населению но дают общее представление о том сколько людей практикует вязание в россии и это определенно десятки миллионов так почему же десятки миллионов людей продолжают вязать затрачивая на это много времени сил и денег и количество этих людей только возрастает я полагаю что причины кроются в том что практика вязания оптимальным образом удовлетворяет важные запросы современного человека что особенно интересно независимо от степени их от рефлексированности попробую показать как это работает на некоторых примерах вязание удовлетворяет заложено в природе человека потребность творчестве и самовыражение казалось бы это столь очевидно чтобы не сказать банально что можно ограничиться дежурным упоминанием констатации этого факта но давайте присмотримся к ситуации повнимательней думаю что не ошибусь предположив что практически каждый из нас в детстве в качестве ребенка не просто самостоятельно рисовал лепил художественно декорировал обои маминой помадой а в общем творчески реализовывался самыми разными способами но и посещал что-то типа художественной или музыкальной школы кружка рисования или студии гармонического развития а в качестве родителя в свою очередь тратил довольно серьезный ресурс чтобы водить и возить на эти кружки и студии уже своих собственных детей творческие практики применительно к детям воспринимаются нами как самоценные априори их поощрение и обеспечение по умолчанию рассматривается сегодня как непременная часть нормального и полноценного развития ребенка даже когда порой они приобретают странные и немного пугающие формы кому приходилось выскакивать из дому поздно вечером и в кромешной тьме под дождем собирать под ближайшим деревом проклятые желуди листья еще какой-то мусор потому что ребенок внезапно вспомнил что завтра нужно принести в школу природный материал для творчества тут хорошо меня сейчас понял детей по умолчанию принято творчески развивать изо всех силы во все стороны но давайте посмотрим на бывших детей которые выросли и стали кем бы они не стали от участкового терапевта до кассира в пятерочке творческое самовыражение чтобы это не значило в их жизни либо присутствует минимально либо отсутствует вовсе и это довольно нелогично применительно к усилиям которые были приложены к тому чтобы творчество во всех нас поощрить и развить причины по которым редкий менеджер по продажам бытовой техники бывший питомец художественной студии свободной от работы времени пишет пейзажи и редкий выпускник музыкальной школы ныне бухгалтер по вечерам играет на скрипке могут быть предметом для самостоятельного исследования но интуитивно они более или менее понятны видимо для взрослых такие формы творческого самовыражения социально психологически и даже чисто бы того не очень релевантны но потребность в этом самом творческом самовыражении не заканчивается концу средней школы она заканчивается только вместе с жизнью в каком-то смысле отмирание этой потребности и есть окончание жизни рефлексируемый этот факт или нет разумеется множество других практик способны эту потребность удовлетворить в той или иной степени но именно вязание делает это оптимально то есть ровно в соответствии с глубиной запроса и независимо от степени его осознанности вязание это лекарство беспобочных эффектов решая одну проблему она не создает других вздумав творчески реализоваться посредством к примеру написания картин человек волей и неволей эмоционально оказывается на одной шкале с авторами картин висящих в третейковке и лувре и зачастую чувствует себя в этом сравнении не слишком вам комфортно нужно иметь творческий потенциал внутреннюю свободу цельность и творческое мужество бабушки музыз чтобы в 67 впервые взять кисть и стать влиятельнейшим художником примитивистом в истории искусства чему она кстати ни малейшей степени не стремилась а только в полную силу реализовывала ту самую потребность творчестве заложенную во всех нас до 67 она вышивала но с возрастом тяжелая работа на ферме привела суставы и и рук в такое состояние что пальцы уже не удерживали иглу пришлось взять кисть который удержать гораздо проще и стать великой художницей на фото слева не запасы чьи это бабушки не сундук арина родионовна из заповедника в михайловском и не экспонат музея старинного быта не поверите это клубки ван гога это фото из музея ван гога в амстердаме и нет носков ван гог не вязал все еще круче он сматывал в клубки разные нитки чтобы посмотреть как сосуществуют вместе те или иные цвета даже ван гоговская палитра угадывается в этих клубках думаю если такой способ работы с цветом был хорош для ван гога он хороший для всех остальных а будет окончательный результат картины или свитером это не так важно средствами вязания можно создать шедевр по самому что ни на есть гамбургскому счету если самостоятельному художнику трудно избавиться от самосравнения от ощущения непреодолимой пропасти отделяющий вот настоящего художника то вязание вполне удовлетворяет творческую потребность без угрозы самообесцениванию шарф резинку самая технологически простая вещь требующая минимума умений опыта и в то же время это полноценный достойный и видимый результат нечто не бывшая и созданное нечто при всей незатейливости индивидуально и тем самым уникальное воспроизведение по схеме или описанию вещи разработанные кем-то обеспечивает результат более сложный и технологичный но при этом не предъявляет высоких требований к собственному креативу а если собственного креатива достаточно средства вязания позволяют ему реализоваться в полной мере не упираясь ни в технологические не в эмоциональные ограничения ведь случае чего я просто связалась ветер вязание это практика вполне телесная не существующая в отрыве от материала именно в этом своем качестве она работает в области экзистенциального парадоксальным образом смыкаясь с ней в своей невербальности этот арт-объект сделал в моем родном екатеринбурге художника философ тимофей ради в рамках уральской индустриальной биеннале в 2017 город сразу полюбил этот как будто бы абстрактно отвлеченный текст я думаю потому что он точно попадает в область нашего общего экзистенциального неблагополучия которая слабо или вовсе не отрефлексированы на уровне самоощущения отзывается как персональная проблема сам художник так говорит об этой работе как работает вопрос сначала кажется что он устроен как заклинание но на деле это надежный и точный механизм я использую вопрос как навигационную систему три ответа позволяют ориентироваться мгновенно обращаясь одновременно к настоящему прошлому и будущему пользуясь этими тонкими но прочными связями можно преодолеть время как тот корабль иначе время преодолеет тебя высказывание художника содержит слово из-за которого в любом разговоре о вязании немедленно возникает тавтология это слово связь и тавтологии это глубоко не случайно традиция сложное многогранное понятие поэтому необходимо терминологическое уточнение я говорю о телесной повседневной практической и материальной и ипостаси о том что не является ни идеологичным не догматичным не рефлексируемым о том что не является результатом нашего выбора но усваивается органично как родной язык это и есть связь о которой говорит художник непрерывность и априорность непременные условия помещающие нас в некий человеческий таймлайн то что позволяет каждому ощущать себя неподвешенной воздухе одинокой частицей оторвавшись от какого-то целого но звеном непрерывной цепи из прошлого в будущее экзистенциальное неблагополучие коренится именно в разорванности этой цепи в прерванности органической передачи телесных практик с помощью которых мы осуществляем процесс жизни на месте этих расплывающихся размытых фигур представьте себе периоде конца девятнадцатого первой четверти двадцатого века семью профессора казанского университета еврейскую семью из хасидского местечка под витебском и семью зажиточных уральских горнозаводских крестьян из которой после раскулачивания выжила одна девочка спасенная выращенной чужими людьми очевидно что они по-разному делали приблизительно все по-разному и разное готовили по-разному резали хлеб купали и пеленали детей повязывали платок есть ли у этих людей что-то общее что-нибудь что их связывает и объединяет это я их потомок и проблема не в том что это как будто предполагает что я каким-то образом могу свои телесные практики составить из практик своих предков как мозаику проблема в том что на уровне повседневности все эти традиции перерублены до меня не если и дошли то в минимальном объеме я могу предпринять усилия чтобы что-то об их повседневности узнать и вживить это в свою повседневность преодолевая ее активное сопротивление и неизбежно фальшиве но продолжая аналогию с языком это будет моим выбором какой язык выучить в дополнение к родному но родным языком это стать не сможет его ведь не выбирают я не могу найти слов лучше передающих экзистенциальное неблагополучие в том месте где у нас болит перелом традиции чем слова одного из великих уроженцев этого города ты чувствуешь сквозняк от того что это место свободно именно это фото я выбрала потому что бы г здесь на bg здесь вязаная шапочка на фото слева фрагмент на sky из коллекции музея виктория альберта которому более тысячи лет это двухцветный жаккард техника достаточно изощренная чтобы прийти к ней требовалось время то есть сама практика намного старше и это ровно та техника в которой мы вяжем и сейчас за тысячу лет она не изменилась ни на йоту справа я воспроизвела рапорт как видите с автором этого тысячелетнего носка я и сегодня технологически говорю абсолютно на одном языке практика вязания автоматически помещает меня в непрерывный таймлайн делает звено мощные цепи уходящий в прошлое на тысячелетие гораздо дальше чем до моих предков о которых у меня могут быть хоть какие-то представления но этот невероятно долгий таймлайн не превращается в умозрительный концепт ведь всегда был кто-то кто впервые дал ребенку спицы и показал как вязать лицевую достаточно загуглить вязать меня научила бабушка чтобы убедиться что это живая ведь никогда не была перерублена что по этой артерии пульсирует поступая в самое сердце живая кровь я сделала скриншоты практически первых попавшихся из огромного множества текстов по запросу вязать меня научила бабушка любой из них прекрасно иллюстрирует как практика вязания актуализируется эта связь мы ощущаем тысячелетнюю непрерывность этой цепи протянувшийся поверх границ стран языков и культур что и помещает нас некий глобальный таймлайн человечество в котором тем не менее моя конкретная бабушка не растворяется как капля в океане а наоборот оживает моей памяти отчетливей и ярче практически любой из этих свидетельств переполнена не только любовью но и явственно проступающий между строк идеи связи преемственности традиции запрос вязать меня научила мама тоже погрузит нас поток любви и тепла не всякий философ не всякий человек философ и не всякий философ задастся целью уловить и вербализовать эту проблему но перелом традиции болит у всякого и когда мы смотрим как это мадонна в самом начале 15 века вяжет реглан в круговую на 5 носочных спицах точно так же как я это делаю сегодня и по неловкому расположению ее спиц снисходительно отмечаем что автор изображения сам то вязать явно не умел мы получаем невербальный но исчерпывающий ответ на наш невербальный незаданный вопрос и перелом традиции срастается и перестает болеть семантика нити из которой творится полотно в процессе вязания архетипично очевидно и буквально практически во всех культурах не символизирует нить жизни человеческую судьбу которая придется и ткется волшебными силами единение последовательность то что связывает вселенную воедино то из чего она соткана солнце от которого зависит все сущее и с которым невидимыми нитями связано все живое символика связующие нити относятся как макрокосму как axis mundi ось мира так и к жизни отдельного человека так представлял себе мойр предыдущих сматывающих и перерезающих нить жизни голландский художник 16 века семантики нити в различных культурах посвящено такое количество исследований что их обзор мог бы стать темой самостоятельной работы позволю себе сослаться лишь на некоторые из них примечательно что автор этой работы подробно и содержательно рассматривая все аспекты нити в народном текстиле от ее создания выращивания обработки льна а затем придения до применения нити в качестве вышивки ни словом не упоминает вязание хотя очевидно что она практиковалась карелии на материале который написана работа не могу не отметить этого обстоятельства как свидетельство невидимости вязания для исследователей феномена который сам по себе заслуживает осмысления чтобы проиллюстрировать разработаны семантики символики нити практически во всех культурах сошлюсь и на работу посвященную этой теме в сибирском шаманизме богородица часто изображается с веретеном или просто пряжей в руках как правило на иконах благовещения причем именно так изображается принесение благой вести со времен раннего христианства и конечно же это не случайная деталь просто потому что в сакральном изображении не может быть ничего случайного так говорит о символике нити в иконе дмитрий трофимов художник руководитель творческих мастерских царь град специализирующихся на церковных росписях семантика нити настолько очевидно что считывается всеми органически не требуя никаких специальных знаний никому не нужно пояснять смысл выражения нет судьбы и это эмоционально подкрепляет и наполняет вложенное ощущение встроенности в общечеловеческий и одновременно личный персональный таймлайн о котором я говорила выше тут я не могу не адресоваться вновь к лекции анны мутиной которая говорила о семантике связи и судьбы почти этими же словами напоминаю мы с ней честно не сговаривались любой разговор о вязании неизбежно через один ход обнаруживает себя в области психологии в нем неизбежно возникают слова вроде медитация депрессия и тому подобное я специально закончила курс психологии чтобы не быть попсовым инстаграм психологом и четко видеть границу за которой начинается профанация но как бы то ни было слово депрессия не в клиническом но в общечеловеческом его смысле мне не избежать я говорю о том состоянии когда человек ложится лицом к стене о герметичном состоянии эмоциональной ментальной безвыходности когда ситуацию невозможно принять но невозможное ничего вне изменить и ничего с этим поделать невозможность и бессмысленность каких-либо действий постепенно выжигает какой-либо ресурс и человек становится ничем более как сосудом для своей боли а сосуд ведь не может переставить себя на другую полку не может вылить одно содержимое и поместить на его место другое не может вообще ничего кроме как содержать свою боль а такой герметичной ситуации повествует известный дзенский каан о тиграх и земляники нет ничего глупее чем пытаться дзенский каан толковать я не буду этого делать я лишь обращу ваше внимание на землянику разрушает нас герметичность безысходной ситуации земляника намек на то что если внутри ситуации сделать ничего нельзя то разрушить разомкнуть ее герметичность выйти в другую плоскость можно вязание это такая земляника прежде чем запустить это видео я хочу вас предупредить чтобы в этот момент вы не отвлеклись от экрана иначе вы ничего не увидите потому что она продолжается буквально одну секунду одна петля вяжется меньше чем за секунду видео слегка замедлены иначе вы просто не успели бы понять что происходит это можно сделать стоя сидя и даже лежа это требует не больше усилий чем моргнуть но это неуловимо малое усилие дает немедленный видимый и вполне материальный результат петлю а за ней еще одну и еще и вот уже эти петли складываются в целый ряд это единственная петля позволяет человеку не лишиться субъектности не стать человеком лежащим лицом к стене что критически важно потому что перейти эту границу назад неимоверно сложно сквозь ангидонию которая обычно сопровождается такое состояние если и может пробиться какая-то толика удовольствия так это удовлетворение от сделанной работы одной из самых сильных и абсолютных удовольствий доступных человеку мой внутренний фактчекер не может от вас утаить что в точности этого фрагмента не существует в трудах франкла вопреки его регулярному устному цитированию многими уважаемыми спикерами и существованию во множестве картинок в интернете но хотя цитата фейковая именно сейчас она появилась и широко разнеслась по сети не случайно мысль франкла о человеке в ситуации безысходности она обобщает верно да все все беспросветно плохо и у меня нет ни объективных возможностей ни внутренних сил на сопротивление но я могу связать одну петлю и даже несколько и получится ряд и мой шар встанет на ряд длиннее и эту работу можно увидеть и пощупать я человек в безысходно плохой ситуации но я не тот человек который сдался который лег лицом к стене я тот человек который вяжет шарф и ключевое слово в этой конструкции я не потерянное не парализованы я действующие в невыносимых обстоятельствах я производящая работу эта картинка из какой-то презентации по тимбилдингу таким упражнением активируется переводится сумма зрительного уровня на телесной уверенность том что команда тебя поддержит что на нее можно опереться именно так работает вязание переводит на телесный уровень и тем самым закрепляет опыт преодоления и в третий раз закинул старик не вот передаю я привет своей прекрасной коллеги анне мутиной и благодарю за тот фрагмент лекции где она кратко говорит о депрессии и вязание буквально то же самое о чем я постаралась рассказать подробно мне кажется важным то обстоятельство что два разных и даже незнакомых лично человека изнутри практики говорят не просто об одном и том же но практически одними и теми же словами это подтверждает что вещи которые невозможно пощупать и сложно верифицировать объективно существуют и работают именно так нельзя приготовить яичницу не разбив яйцо первое впечатление можно произвести только один раз вы можете сами продолжить ряд устоявшихся в языке выражений описывающих все грани этого тезиса цена любой жизненной попытки высока а любая ошибка необратима чтобы что-то сшить для начала нужно разрезать ткань и только потом узнать получилось ли что-то стоящее или мы просто испортили материал по запросу второй шанс мы получим множество вот таких красивых и печальных визуализаций этой идеи да и жизненной практикой она как будто бы подтверждается под давлением высоких рисков мы часто выбираем стандартные решения и идем по истоптанным тысячами предшественникам дорожками проходим ли мы при этом мимо большинство как большого количества жизненных открытий удивительных возможностей разумеется гарантирует ли эта стратегия хоть и банальный но не травматичный и не провальный результат вообще нет каждый день кто-нибудь поскальзывается и ломает ногу на той ровной дорожке по которой тысячи людей до него благополучно прошли так лишь категоричен императив о невозможности второго шанса так лишь велика вероятность что ничего не получится с первого раза что второй шанс непременно понадобится нет и нет то что связано можно распустить вернуться к началу начать сначала еще раз еще столько раз сколько нужно ничего при этом безвозвратно не испортив священное право на ошибку вот какой опыт дает вязание на телесном уровне уверенность что есть второй шанс вторая попытка а если надо и третье и четвертое это разрушает многие запруды которые мешают свободному течению потока жизни это делает наше решение во всех областях жизни свободными и творческими важность чуть ли не всех действительно важных для нас вещей мы часто осознаем когда их лишаемся я говорю о горизонте планирования в норме мы о нем не очень-то думаем но когда жизнь выдергивает его из-под нас вместе со всей прочей почвой под ногами мы внезапно понимаем что жить без него как-то не очень получается лишившись возможности планировать и в общем просто представлять свою жизнь даже на самые небольшие сроки вперед и в самых обыденных вещах мы эмоционально оказываемся в положении человека который глядя перед собой видит глухую стену это в прямом смысле лишает возможности думать любые мысли как будто натыкаются на эту стену и разбиваются в нее сущности это еще одно воплощение той ситуации безысходности о которой я говорила выше может быть немного под другим углом не хочу прозвучать сейчас как эмоциональный манипулятор вроде тони роббинса но прислушайтесь к своим ощущениям правда же когда прошлая картинка сменилась на эту вы испытали что-то вроде облегчения чтобы нормально дышать и думать нам необходима перспектива чтобы смотреть вперед необходимо чтобы это вперед было пусть ограниченная пусть в трубе вязание это параллельный мир внутри которого течет свое особенное время из горизонтом планирования там всегда все в порядке если я буду вязать по два ряда в день мой шар будет готов через месяц а если по 10 то через неделю внутри проекта горизонт планирования подчиняется вменяемой логике и это моя зона контроля когда я беру в руки вязание в стене в которую целый день упирался мой взгляд появляется окно то время когда я вижу из состояния на картинке слева я перемещаю состояние на картинке справа простите мне неравноценность этих изображений и сама возможность взгляду протянуться вперед за замкнувшуюся вокруг стену поверх нее позволяет сохранить самообладание ясность пусть мрачный но все таки оптимизм и может быть даже надежду вязание возвращает нам время и да даже не умеющим вязать очевидно что вязание очень время емкая практика но никакого противоречия тут нет эти дамы участницы вязального марафона на норвежском slow tv посвященным документированию в реальном времени самых обычных дел суть марафона сводится к тому что дамы часами просто вяжут перед камерой в 2016 нетфликс большим успехом запустил этот вязальный марафон на англоязычную аудиторию никогда никогда не гуглите запрос личная эффективность потому что на вас обрушится настоящая лавина книг о том как ее повысить тренингов личной эффективности предложение от коуча личной эффективности рабочих тетради личной эффективности а за ней подтянется и следующая лавина про тайм-менеджмент у меня нет на это времени как часто современный человек говорит это вслух или думает про себя мы все вольные или невольные заложники этой самой эффективности и в эффективности как таковой нет ничего плохого пока мы управляем ей они она нами очень трудно удержаться на этой грани не свалившись в одно из двух состояний я молодец я эффективно или я позволила колесо остановиться и испытываю комплекс вины по этому поводу подвох лишь в том что есть вещи не менее а может быть и более важные чем эффективность которые просто лежат другой плоскости и измеряются по другой шкале или если хотите есть совсем другая эффективность жизненный график современного человека складывается таким образом что для такого слота как время подумать в нем просто не находится место а за отсутствием такого времени теряется и навык техника практика саморефлексии нет нужды развивать мысль о том хорошо ли это очевидно что нехорошо и поэтому порождает ряд набирающих популярность медленных трендов противовес производству и потреблению вещей однодневок в которой которые заведомо изготавливаются чтобы быть выкинутыми в конце сезона уже давно оформилась понятие слову фэшн это означает в и вещи сделаны таким образом чтобы не зависеть от калейдоскопически меняющихся трендов и совершенно другой тип самоопределения человека другое понимание своего места и роли в мире и обществе слоу фуд явно обозначившиеся в процесс фастфуду тенденция интереса к приготовлению настоящей домашней еды слову телевидение и конечно же вязание занимает почетное место в ряду слоу трендов ведь время которое на него тратится волшебным образом не отнимается а возвращается человеку и это свою очередь возвращает человека себе для того чтобы говорить о вязании в контексте здоровья физического и ментального мне катастрофически не хватает квалификации достоверной информации но совсем об этом не сказать я все-таки не могу однажды я специально посчитала сколько в точности петель в моей типичной работе вот в этом платье их оказалось 865 тысяч двести шестьдесят пять каждая петля это мелкое движение которое я повторила 865 тысяч двести шестьдесят пять раз в ритме который возникает неизбежно автоматически в этот момент нельзя не произнести слова медитация которая очень часто употребляют вяжущие для описания своего состояния в процессе не уверена что употребление этого термина тут корректно хотя бы потому что корректного консенсусного и единого определения медитации не существует но то особое состояние одновременно сосредоточенности и расфокусировки присутствие в моменте и одновременно глубокой погруженности в себя как бы его ни назвать приводит в действие многие внутренние механизмы и позволяет произойти многим важным внутренним процессом первый в турции университет для старших принимает только студента старше шестидесяти он существует на базе университета акдениза в рамках проекта геронтологический атлас турции действующего 2000 с 2000 года на 2018 которому относится эта информация в университете обучалась почти 900 студентов возрасте от 60 до 92 лет курс вязания на спицах предназначен для мужчин испытывающих проблемы связанные с потерей памяти почему именно вязание уважаемый профессор посчитал эффективным и выбрав в качестве предмета обучения который призвано помочь с проблемами такого рода говоря об этом я вступаю на тонкий лед мой внутренний редактор и фактчекер решительно против этого протестует потому что утверждение базирующиеся на том что пишут в интернетах не только вводят слушателей в заблуждение но из дискредитирует сам предмет обсуждения но в этом случае я сознательно поступлю с принципами множество утверждений что вязание нормализует давление сердечный ритм способствует снижению стресса и выработки гормона счастья дофамина отдаляя встречу с альгеймером отсылают к неким абстрактным британским ученым все мои попытки разыскать непосредственно исследования доказательной медицине о физическом воздействии вязания пока не увенчиваются успехом но я их не оставляю подозреваю причина в том что таких исследований просто мало и это заставляет меня вновь упомянуть о невидимости практики вязания для наука человеке не только гуманитарных но естественно однако косвенные опосредованные отсылки к тому что если не полноценное исследование то как минимум авторитетные мнения на эту тему все-таки существует как и немногочисленные в основном волонтерские инициативы по применению вязания в реабилитации терапии различных нарушений здоровья как например проект рисуем и вяжем возвращаемся после инсульта скриншоты которого я вам демонстрирую резюмируя я должна подчеркнуть что выражаю сейчас свое субъективное оценочное мнение но я совершенно убеждена что практика вязания действительно работает с когнитивными возможностями прокачивая живые нейронные связи что позволяет им работать дольше и лучше а в случае гибели части из них например от инсульта помогая оставшимся взять на себя функции погибших более того я не сомневаюсь что вязание в этом на порядок эффективнее чем пресловутые кроссворды и судоку и даже наверное чем многие упражнения на мелкую моторику которые сейчас используются в реабилитационных программах по восстановлению после инсульта верю что нейронауки и медицина обратят свое внимание на практику вязания и надеюсь что повышение ее видимости чем мы с вами сейчас по мере скромных сил занимаемся этот момент приблизит практика вязания затрагивает все сферы жизни от экзистенциальных глубин до казалось бы самых прозаических а на самом деле очень важных материальных аспектов моряк за штурвалом уроженец британского острова генси свитер на нем специалитет этого острова его конструктивные особенности обеспечивают не только комфорт и удобство но и технику безопасности суровых условиях морского промысла рыбная ловля была основным промыслом жителей генси и осуществлялся таким образом рыболовецкое судно выходило из порта и двигалась вдоль берега острова когда его трюмы заполнялись рыбой судно приставала в порту б чтобы разгрузиться и продолжить лов в те времена когда не было современного холодильного оборудования было критически важно выловленную рыбу немедленно обработать чтобы она не испортилась этим занимали женщины пока рыболовецкое судно двигалась от порта порту б женщины параллельно совершали этот же путь пешком по берегу и вот в это самое время они вязали столь необходимые морякам свитера ту эпоху другого времени для вязания у них просто не было вы видите как они идут прямо в своей спецодежде для разделки рыбы прорезиненных фартуках и сапогах и вяжут на ходу фото справа сделаны в сша во время вязальной лихорадки первой мировой войны шар для солдата это леди тоже вяжет на ходу тогда это было настолько распространено что появились даже специальные сумки для мобильного вязания одну из них вы можете тоже видеть на этом фото как видите вязать буквально на ходу вполне возможно и не требует каких-то особых цирковых квалификаций я говорю о том что трудно представить какое-то еще ручное производство с настолько минимальными требованиями к условиям и рабочему месту сегодня нет нужды вязать на ходу но людей вяжущих в электричке в очереди в поликлинике в метро как ваша покорная слуга и в любых общественных местах где мы вынуждены теряем кучу времени вы наверняка видели множество раз потому что вязать можно где угодно сидя стоя лежа и даже на ходу пара спиц буквально все что для этого необходимо обширность набора технологических приемов и навыков которыми необходимо овладеть большая дистанция которая отделяет новичка от уверенного мастера владеющего материалом до степени обеспечивающий свободу выражения нередко эти обстоятельства служит препятствием для того чтобы взрослый человек занялся каким-то ремеслом или искусством если вы умеете вязать то поняли о чем это а если не умеете не трудитесь вникать переплетение нити смысл в том что на этих трех картинках представлен весь вязальный алфавит в нем всего три буквы необходимо освоить всего три простейших движения из этих трех букв состоит вязальный текст любой сложности от частушки до романа чтобы связать вот эти например вязальные тексты мне даже не понадобилось использовать все три вязальные буквы для них хватило двух и даже одной я вижу всю свою жизнь как минимум половину ее профессионально любого желающего я обучаю трем буквам вязального алфавита за несколько часов и после минимальной практики человек обладает всеми навыками технологически необходимыми чтобы создать вещи такой же сложности как мои его возможности самовыражения ограничиваются лишь его творческой фантазии я не знаю другого ремесла или искусства в котором путь от нуля до мастерского уровня такой простой короткий объекты материального мира с которыми мы повседневно соприкасаемся которые еще недавно еще на детской памяти моего поколения были металл дерево фарфор стекло теперь пластик пластик и пластик я не лудит конечно это технологичнее удобнее дешевле и делает жизнь проще ну проще палитра тактильных ощущений современного человека уж точно жители мегаполиса довольно скудно почитайте вязальные сообщества и паблики и вас поразит яркость описаний тактильных свойств пряжи обсуждения чем отличается на ощупь экстра файн меринос от кашемира монгольский кашемир от итальянского а шелк-бурет от малбери шелка процессе вязания все это в буквальном смысле петля за петлей пропускается через руки возвращая широту тактильной картине мира а через нее полноту контакта со своими собственными чувствами насколько вяжущие люди осознают эту практику как личностную как инструмент самосовершенствования развития и помощи в трудных ситуациях зависит от степени их рефлексии вязание как лекарство работает в любом случае если степень рефлексии не слишком высока люди находят его для себя интуитивно как собака нужную ей травку эта практика самым непосредственным образом связано здесь опять должна была быть не случайная тавтология но я ее изящно избежала самовыражением и коммуникацией визуальный интернет необъятно обширен вяжущие обожают писать о вязании а под видом вязания о себе но в этом море контента я никогда не встречала свидетельств вроде я вижу всю свою жизнь потому что мне или кому-то вокруг меня просто необходимы 10 свитеров ежегодно скорее люди мыслят и декларируют вязание как нечто магическое как некую супер силу спасибо